Украинцы, украинки, незламные народы, незламные краины. Украинцы, украинки, несокрушимый народ несокрушимой страны. Сейчас я обратился в Совбез ООН и призвал реагировать. Реагировать на российский террор. Одно кресло в Совбезе все еще оккупировано. И что-то оттуда пытались сказать. Уверен, что российскую ложь уже никто в мире не хочет слышать. Реально, это кресло уже пустое. Сегодня Европарламент признал Россию государством-террористом и призвал ЕС и государства-члены создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне повсюду в Европе и имело последствия. Именно юридические последствия, а не только политические. А Россия, словно весь мир не имеет значения, сегодня же продолжила свои ракетные атаки. Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете поддержки объемом 400 миллионов долларов. Все необходимое, чтобы мы могли защищать жизнь и свободу наших людей. А Россия использовала ракеты для очередного удара по очередной больнице и убила младенца. Была оборвана жизнь, которая длилась всего два дня. Сегодня мы разворачиваем по всей стране пункты несокрушимости, чтобы поддержать наших людей, чтобы дать тепло, электричество и связь. А Россия тратит 67 ракет, чтобы попасть в основу жизни людей, где угодно в Украине, и провоцирует в стране блок-аут. Когда вечером я получал отчеты о ходе восстановления энергоснабжения, 11 областей имели отметку «Вся область без электричества». По состоянию на начало ночи постепенно подключаем новые районы. Энергетики, коммунальщики, спасатели будут работать круглосуточно. Киевская область. Началось подключение бытовых потребителей. Уже 20% есть. Черниговская область. Ситуация сложная, но ищут возможности дать напряжение людям. Черкасская область. Вся критическая инфраструктура работает. Делаем все, чтобы вернуть энергию бытовым потребителям. Одесская область. Водоснабжение подключено на 100%. Тепло – 100%. Бытовые потребители электричества пока мало. Только 10%. Но до утра должно быть больше. Волынь. Десятки тысяч потребителей подключены. Работаем по всем остальным. Тернопольская область. Подключаем порайонно. Львовская была полностью выключена. На сегодня 90% подключено. Киев. Очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь. Ожидаем результат уже завтра, в первую половину дня. Также и во всех других городах и громадах, пострадавших или оставшихся без энергии. Мы делаем все ради людей. А оккупанты делают все, чтобы люди страдали. Чтобы мы не могли даже услышать и увидеть друг друга. Сегодня нашей команде удалось вернуть домой еще 36 украинцев. 35 военнослужащих, один гражданский. Двое офицеров, 33 рядовые и сержанты. Несмотря ни на что, спасаем наших людей и обязательно вернем всех пленных и депортированных. Это очень явно все демонстрирует о нас и о них. Очень точно обо всем свидетельствует. Российские оккупанты так и не поняли, что у них есть только сегодня. А у нас с вами точно завтра. Я благодарю всех, кто обеспечивает это своей храбростью и своей результативностью. Слава Украине! Слава Украине!